В областном госархиве новейшей истории впервые прошла встреча архивистов с народным артистом России, актером драмтеатра Алексеем Дуровым. Он посвятил сцене более 50 лет и до сих пор радует зрителей своей работой во многих спектаклях. На встрече Алексей Данилович сделал важное для архивистов заявление. Актер готов пополнить архив своим фондом. Он пообещал в самое ближайшее время передать на хранение свои фотографии, документы, афиши и многое другое. Всего дома не разместишь, это надо очень много комнат иметь, музей делать. У меня такого возможности нет. Поэтому я пришел обговорить все это и еще раз обговорю с своей семьей, что им оставить, в чем они там будут. И что мы договоримся, обговорим. И сроки обговорим, когда я с Марисанной встречусь, с коллективом, и торжественно перед нам все это. Госархив новейшей истории ведет большую работу по сбору документов не только партийных, производственных, но и личного происхождения. Здесь на хранении находятся 110 таких фондов, заслуженных работников всех отраслей. Однако в Госархиве создан фонд только одного ульяновского актера, народного артиста СССР Анатолия Устюжанинова. Он передал свои документы сам лично, еще при жизни. Документы личного происхождения, они имеют очень большое значение. Для того, чтобы видеть картину эпохи, мало иметь перед глазами и изучать документы официальные, управленческую документацию. Это документы различных мероприятий, праздников, фотографий. И также с большой дрожью мы, как архивисты, смотрим документы позапрошлого уже века, конца 19 века. Документы гражданской войны, документы Великой Октябрьской эстетической революции. Архив новейшей истории продолжает пополняться личными фондами. Ежегодно архивисты описывают от 7 до 10 фондов, содержащих в себе документы выдающихся деятелей региона. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.